Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня обзор глобальной версии Redmi Note 13 Pro+. Выделить можно премиальные материалы корпуса из стекла, защиту IP68, очень неплохую детализацию камеры, отличный AMOLED без шим, хорошее качество связи, процессор, который позволяет играть даже в ресурсы емкие игры, очень быструю зарядку и еще много интересных моментов. Без минусов, конечно, не обошлось, поэтому обязательно расскажу и о хорошем, и о плохом. Давайте начинать! Очень быстрая комплектация, приходит в белой коробке, как и большинство Redmi, с торца ключевые характеристики. Внутри стандартный набор Xiaomi, инструкции с гарантией, ключик для SIM-лотка, непрозрачный силиконовый чехол темно-серого цвета, хороший плотный кабель зарядки и, конечно же, фирменный блок питания аж на 120 Вт. Материал задней поверхности стекло, рама из алюминиевого сплава, отпечатки пальцев коллекционируются и на нижней относительно матовой части, и на верхней. Грани сзади закругленные, впрочем, как и экран спереди. Не водопад, конечно, но закругление имеет. Стекло отличное, корнин Gorilla Glass Victus, защитная пленка наклеена. Блок камер небольшой, три модуля и вспышка в виде полоски. Выпирает солидно, но защитный чехол, конечно, все спрячет и закроет. Эстетичный ли в нем выглядит смартфон, тут уже дело личное. Лоток без поддержки карт памяти на две симки. Зато классный дисплей, друзья. AMOLED 6,67 дюйма, 12 бит, а значит, поддержка 68 миллиардов цветов. Повышенное разрешение и очень хорошая плотность пикселей 446 ppi. Есть поддержка HDR10+, DCI-P3 и Dolby Vision. Частоту обновления экрана можно поставить 120 Гц или выбрать вариант динамического изменения. Так же, как и на Poco X6 Pro, при выборе 120 Гц появилась возможность выставить максимальную частоту только необходимым вам приложением, например, играм, и отключить во всех других для экономии заряда. Яркость экрана 200 кандел на метр квадратный, хороший стандартный результат, как у большинства AMOLED дисплеев. На улице экран видно хорошо, читается все очень легко под любым углом. Под прямыми солнечными лучами, конечно, видимость уже падает, это естественно, но все равно ее вполне хватает, чтобы прочитать любой текст без дискомфорта. Белый цвет белый, хороший, не сереет, не синеет, но под большими углами появляется радуга. При обычном использовании каких-то неудобств это, конечно, не вызывает, но сам факт зафиксируем. Сравнил экран со своим 13T, плюс-минус яркость на одном и том же уровне. Хотя 13 Pro+, как мне кажется, все-таки слегка серее, особенно под углами. Мультитач не обделили, есть 10 касаний, все как положено. Теперь, друзья, давайте проверим шим. В смартфоне есть технология шим затемнения до 1920 Гц, это хорошо. На 100% яркости показатель пульсации 7%, уменьшаем яркость до 75, тут чуть больше, около 8. Максимальный шим наблюдается на 50% яркости, это 9,5%. Если опустить до 25%, то там шим снова уменьшается. По итогу можно сказать, что люди даже с чувствительными глазами к шим не должны чувствовать дискомфорт и неудобство при использовании данного дисплея. Боковых рамок у смартфона почти нет из-за специфики экрана. Верхняя небольшая, снизу чуть больше, конечно, но, как по мне, смотрится это нормально и совершенно не критично. Ощущения от дисплея, друзья, отличные. Яркости в достатке, плавный, отзывчивый, еще он тактильно очень приятный. Шиму не подвержен, красота, домотаться не до чего. Выпускается в трех цветовых вариантах, черный, белый и пурпурный, как его назвал производитель. Ссылочку на смартфон как на Ali, так и на местные маркетплейсы обязательно оставлю в описании и в закрепленном комментарии. По разъемам, друзья, здесь немножко необычно. Сверху ЭКО-порт, два микрофона для шумоподавления и динамик. Ни разу, если честно, не видел ничего подобного. Надеюсь, не ошибся и действительно второй это микрофон. Инфы нигде по нему нет. Левая грань пустая. Внизу лоток для сим-карт, основной микрофон, порт зарядки Type-C и основной динамик. Опять же, друзья, напоминаю, будьте аккуратнее. Отверстие микрофона и сим-лотка рядом. Можно перепутать в торопях и повредить микрофон. На правой стороне все как всегда. Питание и качельки громкости. Сканер отпечатков под экраны работает довольно шустро и без задержки. Как по мне, можно было бы сделать его чуть повыше, но это я уже доматываюсь. Face Unlock также отрабатывает свое четко. Вес смартфона 208 грамм, чуть больше среднего, но это расплата за металлическую раму и стекло сзади. Габариты вывел на экран. В руке лежит отлично, пользоваться очень комфортно, если, конечно, вам подходит закругленный экран. Потому что многие относятся к нему скептически. Во всем остальном без нареканий. Еще стоит отметить, что и стандарт защиты тут хороший IP68. Индикатора в виде светодиода нет. Но есть Always On Display, который отображает на экране время, дату, день недели, заряд и все пропущенные события. Как звонки, так и простые уведомления. В смартфоне он находится в урезанном виде, через 10 секунд гаснет. Чтобы активировать и посмотреть, надо просто один раз нажать на экран. В настройках, конечно, можно выбрать свой стиль, цвет, убрать какие-то элементы, если они вам не нравятся. В общем, настроить под себя тут полностью все можно. Датчик приближения у нас снова виртуальный. Печально, конечно, но как есть. Срабатывает от характерного подношения телефона к уху в любом другом положении. Не сработает, можно не пытаться. И знаете, друзья, вроде бы все неплохо. Даже можно попробовать наклонить и как будто бы прижать смартфон ухом к ключу. То есть перевести смартфон в горизонтальное положение и даже нормально все работает. Но, стоит в таком положении хоть чуть-чуть отдалиться, все, второй раз датчик уже не сработает. На глобальных версиях звонилка стоит гугловская. Запись, вызвав также от гугла, включается в ручника и предупреждает о начале и окончании записи. На версии Ростест, возможно, будет стоять уже звонилка от MIUI со всеми вытекающими. Агрегация частот, конечно же, есть. Все-таки старше в своей линейке, а значит, будет максимально быстрый мобильный интернет. Как видим, два канала передачи данных. Седьмой и двадцатый бэнд, конечно же, присутствуют, если, конечно, у вас не китайская версия. Ну и вот бэнды 5G также можете посмотреть. В хороших условиях приема, друзья, качество связи такое же, как и у моего 13T, который для сравнения находится справа. Отлично, идем проверять в плохих. И вот там, в зоне со слабым сигналом, есть у меня такое место в доме здесь, 13 Pro Plus показывал результат стабильнее. В то время, как 13T колбасило первые минуты между 3G и 4G, вы можете это видеть на экране, Redmi держал уверенный сигнал в 4G, так что качество связи на хорошем уровне. Ну и заканчивая про связь, стоит отметить наличие eSIM. NFC есть, Mirpay работает без проблем. 5G также есть, Wi-Fi топовый шестого поколения. Версия Bluetooth 5.3, кроме базовых кодеков, есть поддержка LDAC и 5X. С GPS никаких проблем не было, спутников нашел много и очень быстро. Точность 1,2 метра, отличные показатели. Позиционирование на карту тоже в порядке. Пешеходные переходы переходил где положено, по тропинке шел не спотыкался, по дну в конце загнал его в дворы, и тоже, как вы видите, все хорошо, без отклонений. Процессор в смартфоне Mediatek Dimensity 7200 Ultra на 4-нанометровом техпроцессе. 8 ядер, 2 производительных и 6 энергоэффективных. За графику отвечает 4-ядерный Mali-G610, звучит круто, но процессор на самом деле уровня среднего может быть чуть повыше. Что с синтетикой, в Antutu 10-й версии в стандартном режиме выбивает 600 тысяч баллов. Немного, но и немало. В производительном режиме работы удалось набрать почти 700. Результаты Geekbench также можете посмотреть, если они вам поближе. Троттлинг тест 60 минут, 100 потоков, вполне неплохо. Все время в зеленой зоне, падение производительности процессора всего до 85% от максимальной. Среднее 246 гипс, нормальный результат. Память в смартфоне вполне неплохая, даже, я бы сказал, хорошая. Оперативный 8 либо 12 гигабайт, в зависимости от версии, тип LPDDR5. Если есть желание, можно расширить до 24 за счет внутренней, но делать, конечно, этого не стоит. Внутренней памяти 256 либо 512 гигабайт, тип UFS 3.1. Поддержку карт памяти не завезли. Ну что, теперь давайте проведем небольшие игровые тесты, и за полторы минутки посмотрим поведение смартфона в слабых, средних и тяжелых играх. Фпс выведен, как всегда, сверху в красном кружочке. Традиционно начали самый простой, танки Блиц, и вы знаете, друзья, что-то на высокой графике не особо пошло. Сильно очень колбасило, фпс прыгал от 40 до 120, тормозов не было, но стабильность, как по мне, все-таки лучше. Поэтому тест был сделан на средней графике, и никаких проблем не было, играется вполне комфортно. Смотрим итог. Средний фпс 103, динамика в районе от 90 до 120. В смартфоне, конечно же, присутствует игровой режим, это стандартный для Xiaomi, можно включить производительный режим работы, очистить память, отключить уведомления и разные прочие другие плюшки включить. А вот в PUBG все намного стабильнее. Какую бы графику вы ни поставили, от самой минимальной до самой максимальной, у вас будет всегда 60 фпс, что очень является неплохим результатом. Я гонял как раз на максимальной графике, все по кайфу, тормозов нет, ничего не лагает, отличный результат. Гироскоп, конечно, проверил для любителей поиграть с ним, все тоже хорошо работает. Графика на экране, средний фпс 59,7 и стабильная динамика снизу. Ну и испытания тяжелой игрой, конечно же, через Genshin Impact. Играть можно на любой графике, но удобнее и комфортнее оказалось на средней. Тут и фпс более ровный, и стабильный, без проседаний, как можете видеть в моментах даже с большим количеством персонажей, анимацией и активными действиями, уверенно держится в пределах от 35 до 45, что для Genshin является хорошим результатом. Ну а когда просто побегать, то уже ближе к 45. Пробовал ставить максимальную графику, но там случаются уже сильные падения в фпс, а на средней вот вообще побегать по кайфу. Инфографика за час игры в Genshin на экране. Средний фпс 41, динамик, как видите, все время между 35 и 45. Падение яркости, как это заведено у Xiaomi, конечно же, было. Через 20 минут яркость упала почти в два раза, но глаза этого не заметили. Под конец, когда я уже больше бегал, чем воевал, яркость опять вернулась на круги своя. Нагрев до 43 градусов, это нормально. За час ушло 23% заряда батареи, что всего на 3% побольше нормативных 20. А пользуясь случаем, хочу пригласить вас на свои ресурсы. Если хотите всегда покупать различные товары по низким аукционным ценам, то обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал Скидоша, где я каждый день выкладываю отличные предложения со скидками, акциями, купонами, промокодами, как с Алиэкспресс, так и с местных маркетплейсов. И мой телеграм-канал с анонсами всех видео, розыгрышами, новостями цифрового мира и полезными инструкциями. Ссылки в закрепленном комментарии и в описании. Батарею смартфона на 5000 мАч, есть быстрая зарядка на 120 Вт. Как всегда измерял, динамику мощности при заряде от 0 до 100%, максимально было в начале 98 Вт, потом всё время около 30-40. За 10 минут смартфон зарядился до 50%, за 28 минут до 100. Вот так вот, друзья, полчаса и 100%. Беспроводной зарядки нет. Автономность хорошая, можно прям за норматив брать. Просмотр YouTube в качестве 1080, на яркости обычной 50 кандел на метр квадратный. Полного заряда хватило на 15 часов просмотра видео, это прям, знаете, такой результат, который и должна показывать батарея в 5000 мАч, тут зачёт. Пару раз замерял ночной жор с включенными геолокацией, Bluetooth, мобильным интернетом и Wi-Fi, за 7 ночных часов уходило 2% заряда батареи. А вот работает смартфон, друзья, из коробки на 13-м Android и MIUI 14-й версии. Хотя те же новинки серии Poco X6 выходили уже на HyperOS и 14-м Android. Хотя, с другой стороны, может быть, это даже и во благо, потому что на 14-м Android гайки закрутили сильно в плане всяких вольностей. Работает, понятное дело, без тормозов, открывается и закрывается всё быстро, анимация присутствует, так что не будем тут задерживаться надолго. Все стандартные фишки и плюшки системы, конечно же, есть, вывел список на экран, дабы не тратить время зря. Но несколько моментов всё-таки отмечу. Первое, пропала функция просмотра YouTube с выключенным экраном. Как видим, ухо вырезали. Второе, в смартфоне нет FM-радио. Зато поставили линейный вибромотор, что очень здорово. Ну что, теперь давайте посмотрим, как тут работает наша стерео. Субтитры делал DimaTorzok Нельзя сказать, что прям бау-звук, да, но нормальным его назвать можно. Немножко глубины есть, бас где-то прослушивается, вполне комфортное звучание. При необходимости звук можно построить под себя, выбрав уже готовый пресет или самому эквалайзером немножечко поиграться. Громкость звуководомлений находится на одном ползунке, но это пока ещё MIUI 14. В HyperOS можно будет сделать уже раздельную регулировку. Ещё говорят, что у аппарата неплохая камера, давайте её также проверим. В основном модуле безумные 200 Мп от Samsung, но чудес всё равно не ждём. 2022 года выпуска, но за весь 2023 его использовали только в 10 смартфонах. Есть широкоугольные камеры на 8 Мп, древний модуль 2018 года, но надо сказать, что всё ещё очень популярный, как раз широкоугольных затычках. Также есть 2 Мп макро. Что касается самих фото, то какого-то суперэффекта я не почувствовал. 200 Мп заявленные всё-таки больше маркетинговые, чем какие-то реальные. Это надо понимать. Но отсутствие этого эффекта не значит, что фотографии плохие, ни в коем случае. Вот, например, снежок с изумительной детализацией. Вообще, знаете, заметил, что фотографии близких объектов получаются даже очень хорошо. А вот, так скажем, общий план на стандартном уровне. Ещё надо заметить, что YouTube, конечно же, сильно режет качество. И чтобы по-настоящему оценить видео или фото, надо посмотреть оригиналы. Они, кстати, будут в личном телеграм-канале моём, сразу после поста с анонсом этого видео. Можно будет скачать при необходимости и посмотреть там, поприближать что-то ещё поделать. Максимальный зум на фото десятикратный. Парочка фотографий в домашних условиях. Что касается ночной съёмки, то при наличии какого-нибудь доп. освещения, может выдавать очень качественные снимки, как можете видеть на экране. Также неплохо, как мне показалось, отрабатывает и макросъёмка, хотя я, честно, всегда очень скептически отношусь к 2-мегапиксельным макро-модулям. Также попробовал сравнить несколько кадров со своим Xiaomi 13T. Redmi находится слева, 13T справа. Вот фото с множеством цветов. Красный 13T делает более насыщенным, в то время как Redmi уводит в более светлый оттенок. По другим цветам такой сильной разницы я не заметил. Давайте возьмём следующее сравнение. Тут также можно будет увидеть, что Redmi делает всё-таки цвета посветлее, чем 13T. Это будет видно как слева, так и справа. Если спросите, что ближе к реальности, ближе всё-таки у 13T. Детализация самих фотографий плюс-минус одинаковая. Ну и небольшой тест записи видео Redmi Note 13 Pro+. Режимы съёмки все обычные. 720-30 FPS, 1080-3060 и 4K 30 FPS. Да, добавили ещё 4K, 24 FPS, если это кому-то необходимо. Микрофон для шумоподавления имеется, поэтому голос должен быть хорошим. Цветопередача, во всяком случае, на экране смартфона отличная. Есть оптическая стабилизация, тоже пройдёмся, посмотрим, как она отрабатывает. Небо, по солнышку, правда, на слабый вид, но будет вот так. Максимальный зум у нас здесь шестикратный на видео. Ну вот так вот как-то. Автофокус, друзья. Быстренький, хорошенький, здесь всё нормально с этим. Давайте пройдёмся, посмотрим. В данный момент работает оптическая стабилизация, цифровая отключена. На экране смартфона вообще всё шикарно получается, но на монтаже уже посмотрим, что есть на самом деле. Ну а теперь поверх оптической стабилизации работает ещё и цифровая. Качество съёмки, конечно, сразу упало, стало 1080-30 FPS. До этого была съёмка в 4K 30 FPS. Ну посмотрим, как оно будет уже на монтаже. Ну и небольшой пример съёмки на широкоугольную камеру. Напомню, она здесь 8-мегапиксельная, по-моему, если мне память не изменяет. Зум можно сделать здесь на ней максимальный до 2. Фронтальная камера на 16-мегапиксель от OmniVision, модуль 2019 года, и кроме Xiaomi его уже почти никто не использует. Видео пишет в 1080-30-60 FPS и 720-30 FPS. Дополнительные режимы съёмки все стандартные для Xiaomi, и выделять что-то тут нечего. Хотя, к примеру, замедленная съёмка всего лишь в 240 FPS, в то время как у Poco X6 Pro она была аж в 960. Ну это так, просто к сведению. Ну и теперь к выводам. Плюсы, как обычно, выделять в подобных моделях не буду, тут их много, каждый сам для себя выделит нужные. А из минусов, как бы хорошо не работал, но всё-таки виртуальный датчик приближения, пока, к сожалению, веры ему полной нет. Из коробки стоит 13-й Android и 14-й MIUI, а значит, возможно, будет на один год обновлений меньше, чем, например, у Poco X6 Pro, который с коробки уже идёт на 14-м Android. Ну и отнесу к таким небольшим минусам отсутствие SD-карты и разъёмы 3,5-мм, хотя сам, если честно, уже много лет спокойно обхожусь без них. Ну и подытожить позволю уже своими мыслями. Хороший смартфон получился пользоваться комфортно, экран приятный, заряжается от 0 до 100 за полчаса, есть и SIM, да много на самом деле плюшек, но в душе где-то постоянно напоминают о себе воспоминания об использовании виртуального датчика. Хотя надо сказать, что здесь он работает в разы лучше, чем было, например, на том же Poco X3. Спасибо, что смотрели, друзья. Ссылки на смартфоны мои телеграм-каналы в описании под видео и в закреплённом комментарии. Всех благов вам и удачи. Пока-пока.